Привет, Ижи! Это Потерянный в игре, и мы продолжаем прохождение этой увлекательной анимационной головоломки. Ох, нифига себе, какой шишак ты набил! Напоминаю, что в прошлой серии мы потерпели кораблекрушение на только что сделанном моём летательном аппарате, летающем драконе. И мы просрали с тобой и корону, и сеструху, и это вообще абзац. Ай, братеньки, что делать-то? Может, вы мне что подскажете? Сеструху мою не видели. В бинокль глянь. Ну, пойдём посмотрим в бинокль, что там. А, мы на летающих островах. Вон у нас что. Ой, что это за злое место-то такое? Флаг уточки. Это утиный замок? Какое злое место. Тут у нас что? Шеструха, шеструха, я приду за тобой, я тебя спасу. Ты посмотри на её лицо. Она очень расстроена. Так, тут у нас кто? Жаба! Ах ты жаба, ты реально жаба! Да чтоб у тебя на жопе прыщи появились в огромном количестве, и трещины там появились, и вообще всё появилось. Он в моей короне купается. В ванной тёпленькой, да ещё и с уточками. Вот так ты меня отблагодарил, да? Я напоминаю, что он в прошлой серии висел на дереве, на своём парашюте, а я обрезал тросы этого парашюта, и он упал, и так меня благодарил, так благодарил, что вот, что он сделал. Ты видишь, украл корону и сеструху мою. Козлина, а? Ах, козлина. Нифига себе до этого замка-то добираться. О, кстати, я только сейчас обратил внимание, что этот замок в виде утки, на спине которой огромная башня. Да уж. Да уж, да уж, да уж, да уж. Телепорт, или это ворота, это такие, похоже на какой-то телепорт, но это просто проходной, как бы, проходная дверь. Здесь у нас охранник. Хе-хе-хе, какой охранник забавный. У него на башке шлем из утки. Он любит поливать цветы. Хм, ну, возможно, нам это как-то пригодится. Ладно, смотрим дальше. А вот и сам пароход. То есть он стоит, смотрит сверху, а тут вот кто-то в окно палит. Ты кто? Фу, какой стрёмный. Фу, какой-то недоутка, которая квакает. Он же реально квакает. Так, ладно, это гадкий утёнок. Это своего рода сирена, видимо. Да, наверное, это сирена, которая проход охраняет тоже. И здесь мост охраняет ещё один охранник. Всё понятно. Всё плохо, ребят. Моя сеструха за решёткой. У нас есть гениальный план. И сейчас я тебе о нём расскажу. Короче, вышибаем охранника. Ты подкатываешь с тележкой. Типа продавец. Мы выскакиваем с тележки и допим этого охранника. Переодеваемся в него в униформу. И всё пучком. Дальше вышибаем эту ступую утку. Подходим к утке. Утка видит, что мы охранник. Пододвигает нам мост. И мы проходим, спокойно проникая внутрь. Душим утку. И ставим подставную. Никто не заметит подвоха. Дальше. Охранник цветком. Подкидываем ему фальш цветок. Он обращает на него внимание. Нюхает и отравляется. Потому что это подставной цветок с отравой. И всё. Весь план. И ты спокойно можешь пройти, потому что мы тебя пропустим. Но для этого нам нужна тележка, курица и цветок. Понятно, ребят. План у вас, конечно, гениальный. И вообще вы любите планы делать, да? Вот смотри, сколько у них на стенках этих планов налеплено. У них есть топоры, сковородка, фоточки, стрелы, бинокли, мечи. А вот всего того, что вы мне сказали, у вас этого нету, да? Как-то, ну не очень. Ладно. Тут вроде ни с чем взаимодействовать не могу. Пойдём отсюда. Стопэ! Нам дали какую-то фигню. Буклетик. С кисочками, совами и хрюнделями. Зачем нам это? Курица, смотри, курица, курица. Ах ты! Кодактор. Маленький убежал. А ты что за гитарист такой уличный? Ну-ка сыграем. Овца обосрала игру этого уличного гитариста. Хорошо. О, фонтан. Можно с ним взаимодействовать. Что, монетку достали? Фу, грязными ручищами. Прям фонтан. И достали мы какую-то крышку. Королевскую крышку. Это типа местная валюта здесь. Что у нас тут ещё есть? Вещи с ними можно взаимодействовать? Вот с этой вот футболкой можно взаимодействовать. Так, ботинки. Ботинки, игрушки. С этим ничем. А, ещё и вот лифчик можно взаимодействовать, да? Ну, давай возьмём, попробуем футболку. Ну, конечно. Пацан, ну что? Ну, как ты можешь вот прям у стирающей мамаши рядышком свистнуть футболку? Её же нужно как-то отвлечь. Алифок? Алифок сможем? Алифок без проблем, да? Алифок без проблем. А вот её есть пиногрис, смотри, мелкий. Я могу с ним поболтать. Чё расскажешь? А, это не... Пацан явно думает, что я дуралей. Так, если она отвернулась, может футболку сможем съиснуть? Пацан запалил нас. Он нас спал. Видимо, это его футболка. Футболка этого мелкого пацана. Ясно. Можем вниз спуститься, что ли? Аня, посмотреть. Понятно. Пока мы всё это не соберём, мы вниз не спустимся. А тут чё у нас? Чё у нас здесь? Тут ничего. В смысле тут ничего? Капец. Ладно. Иди сюда, перзи. Ладно, пошли дальше. Посмотрим, что ещё мы тут могём, могём, могём. Вот сюда можно пройти. О, туалет. Давненько я в туалет не ходил. Заставлю. У нас тут есть старикан. Которому досаждают вороны. И тут даже знак висит. Нет, воронам. Курица, курица. Подожди, курица, курица. Ах ты, жёваная, пернатое существо. Бройлер. Недожаренный. Я ж тебя всё равно догоню. Значит, смотри, какие тут вороны интересные. У них такие глаза, словно они очки здоровенные одели. Они наркоманы, что ли? Так, в туалет. Да, мы можем зайти в туалет. О, там журнальчик есть. Ничего себе. Хочешь сделать чучело? Тебе нужна шляпа. Либо такая шляпа и сено. Что дальше у нас? Смотри, футболочка какая. Какая футболочка. И черепок знакомый. Где-то я его видел. На футболочке. Так, я понял, про чё книжка. Книжка о том, каким птицам нужно ставить пугало, чтобы их отпугить. Смотри, оранжевая птица отпугивается таким пугелом. Такая птица таким пугалом. Тут вообще рыцарь с бабочкой отпугивает зелёных. А наших вот такая вот чучела, пугала нужна. Ладно. А можно у тебя чё-нибудь на огороде сорвать? Дедуль, ну ты чё? Ты чё? Кстати, тут тележка есть, смотри. Можно тележку сиснуть? Он говорит, с вороной по Мегере забраться, потом поговорим. Понятно. Да стой, ему только что спрашивали. Блин, ты чё такой тупой? Зачем два раза спрашивать-то? Деда только отвлекаешь от поливого огорода. О, овечки. Овечки, овечки. Так, и можно ещё подняться по дереву, да? А, ворон у нас туда не пускает. Смотри, тут знак есть, типа, наверху цветы. Цветы нам нужны. И мы туда сможем подняться, когда ворон спугнём. Вроде бы как. Великий, красивый пастух. Как у тебя дела? Давай спросим. Я просрала две овцы, не могу их найти. Понятно, нужно найти две овечки. Самогонный аппарат, смотри. Самогонный аппарат, тут прям копать. А, вентиль нужен, чтобы открыть. Ты вообще... И вообще это самогонка? Ну тут вроде как трактир, вон сверху, смотри. Так, трактир, значок. Чуваки играют в карты. Крышечки, смотри. Вонючие. Вонючие карманы, в которых мухи только были. Так, подожди, у меня есть крышечка. Чё, братва, сыграем? У него чупик такой там стоит. Давайте сыграем. Обозрись. Десять монеток гони. Какая нафиг одна монетка-то ещё? Понятно, чтобы зайти за стол... Оу, оу. Ах ты, бройлер, жёлтоглазый. А, тут ещё и овца, смотри. И чё делать? Как-то заставить её перепрыгнуть? Там вон дом вообще вдалеке летает. Прикольные острова, конечно. Ладно, ребята. А если с этим поболтать? Да нет, тут усач, короче, наглый. Заправляет всем. Десять крышечек ему. У тебя жирно-то не будет, а? Видимо, у него десять крышек. И чтобы ставку его перебить, нужно тоже десять крышек поставить. Трактирщик, давай поболтаем с тобой. Ну, пацан. Ну, пацан. Ты хотел так вырвать у трактирщика бутылку? Да, конечно, он тебя сгрызёт нафиг. Что сейчас произошло, в принципе, почти. Так, так, так. Что мы здесь имеем? Ещё с овцами можем поболтать? Ну, зачем? Чё до курицы не добраться вообще никак? Палка нужна. Может, пастух нам палку даст, а мы тогда курицу сгоним? Когда мы всех овец приведём. Логично, логично. Тут у нас что? Можно посмотреть, позыркать. Король. Я король здешнего летающего острова, да, или что? Можно это всё отобрать. Отодрать, отобрать. Вырвать. О, этот дед, кстати, он первое место по выращенной моркови занимал. Здесь позвоните мамаше, если хотите постирать бельё, видимо, да? А это трактирщик. Если у него купить один стакан пива, то получишь второе в подарок. Типа один плюс один. Да. И вот, кстати, ноты есть. Ноты рок овец. Они нам пригодятся. Я знаю теперь, как выманить с дерева ту овцу. Мы сейчас притащим тому гитаристу эти ноты. Он сыграет и выманит овцу. Правильно же? Вроде должно сработать. Пойдём. Пойдём, пойдём, пойдём. Сейчас затестим. У него тут как раз пюпитер стоит пустой. Мы сейчас туда закинем ноты. Ноты. Ой, не то беру. Не то беру. На. Держи. Ну-ка, сбацай. Ого. Нифига себе. Стопэ, стопэ, стопэ. Огройник. Овечка, дурка домой. Короче, овца меня обосрала. Но, по крайней мере, побежала. Домой. Хорошо. Хорошо. Так, смотри, какой-то ковёр с сердечком. И по нему тыкнуть можно. А, теперь я понял, для чего этот буклет нужен. Это пароль. Чтобы зайти внутрь. Да? Давай попробуем. Значит, кошечка, сова и свинья. Пароль верный. Проходи. О, а вот и череп. Вот и череп. Блин, как я на него внимания-то сразу не обратил. Так, ну здесь-то там... Здесь-то там, тут взаимодействовать не с чем. В принципе, я тут всё уже перепробовал. В самом начале, поэтому... Можно, думал, конечно, в окно высунуться и как-то содрать этот черепок. Но нет, тут никак нельзя. По верёвке тоже нельзя. Есть у меня одна идейка. То есть, когда он чем-то хлопает, ну, дверьми, когда он хлопал, он... Этот черепок отваливался. Так, давай-ка попробуем ещё разок. А что будет, кстати, если я неверный пароль введу? Давай проверим. Кажется, я знаю, как достать этот черепок. Нужно выбешивать. Ну, неужели ты не узнаёшь меня? Я только что заходил. Давай такую комбинацию, скажем. Да, сейчас черепок должен свалиться. Эта лягуха меня, конечно, обматерит конкретно, но... Да хватит меня уже материть. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть! Упал черепок. Значит, для чучела у нас есть черепок. Это хорошо. Это хорошо. Вот с футболкой осталось только разобраться, как её достать. Бро, ну тут мы были. Не понял. Тут же никого не было. А это кто такой? Ты кто такой? Ну, слази с дерева. А, дед Фей. Сеструха попала за решётку. Зачем ты мне это дал? Нафига оно мне нужно? О, смотри. У рыбака, кстати, есть карты. В шляпе. А, так это что-то картёжник. Это что-то картёжник, который просрал всё и пришёл сюда рыбачить. Всё понятно. Короче, он говорит, магнит мне притащи. Зачем тебе магнит? Я, кстати, вообще нигде магнит не видел. Вот дурали, а. Магнит ему... Как он может рыбачить на воздушном острове? Кого он там ловит? Птиц, что ли? Так, ладно, давай походим. С гитаристом уличным больше не поболтать. Он там в эфарии прибывает. Давай, кстати, проверим овцу. Вернулись... Вернулась ли она домой? Я уже хотел сказать, вернулись ли они. Надеюсь, не на то, что... Да, всё, тут все овцы. Можно с ними поболтать. Они просто бегают. Хорошо. Блин, вентиль. А где вентиль-то достать, чтобы открыть самогонный аппарат? Тогда дед убежит сюда запирать его, и я смогу устарить бутылку. И поставить её на кон здесь, наверное. Вентиль. Где вентиль-то можно достать? Вентиль, вентиль, вентиль. Наверное, чтобы вентиль достать, нам нужен этот... Магнит. А где ж магнит-то достать? М? Где ж достать магнит? Ну, только, наверное, у тех ребят, которые в своём этом... В своём... Как это? Как это? В подпольном клубе сидят. Давай-ка к ним зайдём ещё разок. Ребят, у вас есть магнит? Смотри, теперь без кода меня пускают. Вот дела. Ребят, магнит нужен. Есть у вас магнит? Магнит, магнит, магнит. Сюда можно пройти? Ты видишь магнит? Подушка есть. Тут ничего не выделяется? Ничего выделенного такого нет? Подожди, а может им что-то отдать нужно? Нет. За крышку? Нет. Да нет. Слушай, а может мы можем эту крышечку вместо вентиля использовать? Хотя я сомневаюсь, конечно. Тут ничего не поменялось у нас. Может стража куда ушла отдохнуть? Да нет. Всё так же. И до сих пор ночь здесь на дворе, да? Угу. Ладно. Пойдём тестировать. Тестировать что? Не знаю. Что, 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 что. А подожди, может быть... Я на дерево смогу залезть? Точно. Если дед фей был на дереве, в этой вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-той штуке, я могу притвориться вороной и залезть на дерево. Правильно же? Так, подожди, давай проверим. Да! Реально. Полезли. Вороны ржут надо мной. Какие у неё очки, смотри. Вот, кстати, вентиль. Вот, кстати, вентиль. Нифига себе, дерево какое высокое. Оно не таким казалось мне, когда я смотрел снизу на него. Так, что, с чем я могу взаимодействовать? Тут есть только нужный мне вентиль. Ты бы мог подумать, что тут будет вентиль. Могу его взять? Да, вентиль взяли. Магнит наверху! Ай-яй-яй. Какой грозный шлем у неё. Здесь ни с чем взаимодействовать, кроме как магнит. До него не дотянуться. О, мог сейчас упасть. Да не ржут его надо мной. И могу ещё выше подняться, а там цветок будет. Ох ты, нифига себе, какая здоровая ворона. С цветком на башке. Это типа, царь Борон? Цветок родно мозги. Так, мы играем. Мы играем. Подожди, подожди, подожди. Покажи ещё раз комбинацию. Можешь показать комбинацию? Нет, он ничего не скажет. Была такая комбинация. А, нет, её здесь нужно сделать. Нифига себе! Сколько тут комбинаций-то? Жесть! А я её даже не запомнил. Он в уме представил эту комбинацию, я даже её не запомнил. Подожди. Подожди, подожди. Давай вниз спустимся и наверх поднимемся. Ещё раз комбинацию можешь повторить? Или эта комбинация где-то нарисована? И то, что он в уме сказал, это как бы вообще фигня. Блин, жалко с ним взаимодействовать, больше не могу. Так, давай посмотрим, что вообще здесь нарисовано. Да тут фигня какая-то нарисована вообще в полной программе. Так, подожди. Подожди. Вот, смотри, тут есть какие-то стрелочки. Всё, я понял. Вот он, человечек. Это кругляшок. Здесь что-то у нас... Что-то, что-то. Так, кругляшок это где? И цветы. Стрелочка цветы. Кругляшок, стрелочка цветы. Ну, в треугольнике. Она на самом верху получается, да? Или нет? Или вот здесь вот треугольник. Здесь цветок. В кругляшке у нас пацан. Пацан. То есть, ещё облако. Надо на облако смотреть. Облако, облако, облако. Где может быть облако? Где может быть облако? В облаке меч. Вот, вот этот куст, он напоминает облако. В облаке меч. Вот так вот. В облаке меч. Сработало! Чего? Даёшь мне цветок, да? Ну, спать, зебки. Скинешь? Я вам признателен и благодарен. И упал ворон. Так, у нас есть цветочек. Это хорошо. У меня уже столько барахла в моих карманцах. Кстати, я единственное не понял... Единственное не понял... Последнюю комбинацию. Она у меня просто уже стояла. И я не знаю, где её видеть. Этот ромбик. В ромбике. Или в квадратике ромбик оказался. В квадратике ромбик. Да и пофиг уже, ладно. Разгадали и разгадали. Так, значит, вентиль у нас есть. Пойдём. Сейчас бутылку свистим. Вентиль вставляем. Откручиваем. Чего? Это овца-алкаша, что ли? Круто! Интересно, кого он наругал. Меня или овцу? Непонятно. Так, бутылку можно свистнуть. И дать овце. Да нет, ты-то зачем выпил? Забавно. Так, значит, кидаем эту бутылку овце. Хочешь? Да. Давай, перелетай. Теперь держём. Отлично. Всё отлично. Как пазл складывается удачно. Она играет на дудке. Вот и палка. Я был прав. Эта палка нам пригодится. И сейчас мы достанем... Оу! По жбану себе дал. По той самой шишке, которую тебе бинтовали. Те самые орки. Так, давай с ней поболтаем. Может, она что-нибудь нам скажет дельное. Шалуй, маке. Ох, нифига себе. То есть, мне и палка даже не нужна. Хватай. Чёрт, не получилось. Ох, как я там мотивюсь. Откуда у меня костюм курицы был? Так, ладно. Всё, у меня все... Весь рюкзак забит. Все карманы с моим. Отлично. Так, у нас есть курица. У нас есть... Ребёнка, 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 ребёнка. Чем мы можем ребёнка отвлечь? Ребёнка, чем мы можем отвлечь? А, погоди, палка нам нужна, чтобы достать магнит. Точно, 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 точно. Всё, всё сложилось. Минутку. Одеваем, значит, шляпу. Полезли наверх. Достанем магнит. Достанем сейчас магнит. Вон он. Вон он, наш магнитик. Значит, хватаем палкой. Ну, отрывай уже. Оу. Я думал, мы прозрали с тобой, значит, магнит, и ещё и ворона ушатали. Но всё как бы пучком. Ворон нам, в принципе-то, не нужен был. Нам только магнит. Значит, всё. У нас всё есть. Вроде как всё есть. Сейчас магнит отдадим, значит, рыбаку. И мне даже удивительно, дико интересно, что же он там поймает. На свой этот. Да не смотри ты туда. Не смотри ты туда. Тележку. Осталось только тележку. Значит, вот тебе магнит на лагерь рыбу. Так, он крышки достал. Целую гуру крышек. Мне бы чуть-чуть отдал. А, так он просыпает, смотри. Он просыпал парочку. А магнит обратно можно забрать? Две крышки. Ага, хорошо. А, я теперь буду ловить. Так. Вот управление. Ага. Ниже. Ниже, ниже, ниже. Здесь у нас... Боже мой, что тут вообще такое? Вон крышку вижу. Здесь фишка тупо крышки собирать, да? Вот это все сдвигаем сюда. Или можно... А, подожди, металлолом переработать и получить кучу крышек? Наверное, так. Нет, так не работает, слушай. А вот сюда закинуть можно? Да, все это туда закидывается. Так, так, так. Подожди, а почему оно не магнитится? Типа это не железо, что ли, или что? А, вот, все магнитится. Все отлично. И мне нужно ровно середину, да? Чтобы серединочка была золотая. Вон там, где зеленая метка стоит. Ну, сейчас... Ой, кастрюля-то это тяжело, это тяжело. Уточка, может быть, нам еще пригодится. Но уточка, видишь, она не железная. Да хватани ты уже в эту штуку. Так. Ну, блин, ну что ты упал-то? Ну что ты упал-то? Да нет. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Есть! А, и там, вот, смотри, пять штук надо чего-то. Ох, нет, ничего себе там, колбасня. Всего одна крышечка со всего этого? Так, подожди, а там на той стороне? На ту сторону, на ту сторону. Там пять чего-то нужно, смотри. Пять крышек сюда закинь. Для чего? Ну, давай закинем. Пять крышек, так пять крышек. У нас есть, получается, четыре. Одна лежит на той стороне, здесь три штуки. И еще надо будет сделать. А можно еще примагнитить? Сразу несколько. Да, магнитится. Давай сюда закинем. Эх, промахнулся. Вот так вот, три штуки. Осталось еще две. Ну, тут все логично. Просто скидываешь вот этот хлам, получаешь еще одну монетку и ту забираешь, которая там валяется. Так. Я единственное, не помню, по-моему, я несколько этих, вот таких шлемов кидал. Ну-ка. Может, нам тут еще и кастрюли понадобится, кстати. Кастрюлю дай попробуем закинуть. По тяжести посмотрим, сколько она. Опа. Ой, много. Очень много. Очень много, ма. Ладно, кастрюлю тогда забираем. Давай, отсюда кастрюлька. Текай. Текай, текай, текай. Может, вот эту штуку прокатит? Эть, эть, ну же. Давай. Ну, почти, но не то. А если я, подожди, вот эту вот, вот эту вот убрать? Да шо шо. Все, да, сработает, если я вот эту вот уберу. Это сюда. Ну, что там получилось-то? Вот, и получается башкень этот вот. Башкень. Сюда закидываем. Есть. Ну, и крышечку последнюю забираем. Ну, не нужно мне это показывать, я уже видел это. Все мы все видели, как тут что мастериться. Прикол весь в том. Прикол весь в том, что я туда столько железа скидываю, и получаю такую маленькую одну крышечку. Беспредел. Это грабеж средь бела дня. Уточку хочу попробовать. Уточка магнитится? Нет, тут уточка не магнитится. А жаль. Может, мне и пригодится, где эта уточка. Так, это сюда. И последний рывок. Рывок. Вот, это на уточку. Ну, иди. Давай. Ну, отпусти. Отпусти, говорю. Вот, все. Тут надо двумя руками играть, чтобы удобно было. Одной рукой это чертовски неудобно делать. Спускаемся вниз. Крышечку забираем последнюю. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, есть. Забрали же? Да, забрали. Теперь скидываем все это дело сюда. И сколько у меня? Семь крышек? Семь крышек у меня есть. И еще парочку крышек тут раскидали. Все, отлично. Идем. С мальцом. С мальцом-то что? Что делать с мальцом? Что делать с мальцом? Да у меня, в принципе, для него ничего и нет. Хотя, может быть, слазить еще на дерево? Слушай. Так, еще крышки. Да. Скорее всего, нам надо на дереве что-то найти еще этому мальцу. Потому что у меня осталась шапка воронья. Ну, хватит к нему уже подходить по центре. Хватит. Мы сейчас, конечно, еще раз слазим на всякий пожарный. Поглядим. Что там? Как там? Так. Детская, детская какая-то штука. Детская штука. Да тут, в принципе, детского-то уже больше ничего и нету. Уже больше ничего. Ну да, тут точно ничего нет. А зачем нам тогда шляпа эта воронья? Еще где-то пригодится, видимо. Ладно. Идем играть, походу, в карты. Вот последняя. Хм. Тут рыбак занял место. И что? Мне просто подождать нужно? Взнос 10 монет. Да без проблем. Вот тебе 10 монет. Четвером будем рубать, походу, да? Так. А как играть-то, ребят? Объяснили бы, во что мы играем вообще? Что? А, вот инструкция. Все ставят. Ага, 3. 30. Дико интересно и нифига не понятно. Короче, если у тебя карта... Надо 30 набрать. Я правильно понял? Что нужно, чтобы у тебя 30 было набрано здесь? Если 30 набрано, то ты выиграл. Ты делаешь взнос, либо пропускаешь. Смотри, какая у тебя карта. Все понятно. Короче, если у тебя самый большой взнос, самый большой взнос, то ты забираешь карту, да? Ну, давай сейчас посмотрим. Я пас. Я пас. Он забрал все крышки. Этот берет карту. А, вон оно что. В принципе, нужно набрать 30. Так, он 9 кинул, да? Он 9 кинул. А мне, значит, надо 10 кинуть, получается, чтобы карту забрать. А он 11 кинул. И что, он забирает, получается? Ну да, он 8 забрал. Ах ты, негодяй. 9. 4 кинул. Значит, я могу кинуть 5. Они пасуют. Я сейчас заберу эту карту. А он все понятно. Вон как тут происходит. 12. Ух, неплохо. Но я, наверное, пасану. Потому что у этого 13 крышек. У него сейчас много. Короче. Крышки мои потом будут разыгрываться между теми, кто сделал ставку. Вот, смотри. Сделали ставку. Вот эти, вот эти. Да, плюс 1 каждому. Или плюс 1 за каждый ход. Короче, сейчас будем разбираться. Сейчас будем разбираться. Пятерка. Мне по шестерку. Я сейчас пасану. Сейчас пасану, пока не хочу брать карту. Пока пас. Никто толком ход-то и не сделал. Девятка еще одна. Вот, наверное, девяточку я заберу. 4 ставка. Десятку кинул. Нифига себе. Десятку кинул. А у меня столько нет. Не могу забрать девятку. И вот, смотри. Он десятку сделал. Сейчас кто-то заберет. Либо вот этот вот заберет десятку. Вот верхний. Даже? А, нет. Плюс 1 все равно. А, в банк скидываются деньги. Просто в банк. Все ясно. Одиннадцать. Вот то, что нужно. Я поставлю, наверное, тройку. Тройку. Пас. Только не берите. Только не делай ставку. Отлично. Это мое будет. Я забираю. Все. Я понял, почему я тогда подумал, что деньги мои уходят тому, кто делал предыдущую ставку. Потому что ему просто деньги возвращаются. Его же деньги возвращаются со стола. Все логично. Все понятно. Так, у меня 20. Я пока пасу. Семерка мне нафиг не нужна. Мне нужна десятка. Десяточка у меня нужна. Десять, десять, десять. Что, никто ставки не сделает? Единицу поставил. Блин, он может... Если у него сейчас выпадет там двойка какая-нибудь... О, двенадцать. Блин, двенадцать это много. Это очень много. Нет, я, конечно, могу попробовать сделать ставку. Восьмерку. И у меня будет, по идее, тридцать. Больше или тридцать? Правильно же? Тогда я выиграл. Все, я победил. Там же было нужно больше тридцати. Или тридцать? Усач разозрелся. Чупик свой уронил. А, Чупик ребенку нужен же. Так, Чупик есть. Отлично. Ну и выходит все. Мы здесь все сделали. На этом летающем острове. Весь цербор с этими картами. Это, оказывается, нужно было для того, чтобы достать. Долбанный этот Чупа-Чупс. Ну, видишь, мы отыграли на ура. Довольно-таки все хорошо сделали. Так, лифчик отстегиваем. Да зачем ты? О, как меня бесит этот мисклик. Все отстегнули. Достаем Чупик. Чупик-Чупик-Чупик-Чупик. Вот так. Значит, конечно, конечно, все любят Чупик. Все, он теперь его рассасывает, а мы тырим футболочку. И делаем, наконец-то, чучело. Все срослось. Надеваем, значит, вот эти ветки. Ставим футболку. Есть. Ставим теперь рога. И вороны должны отсюда слететь. Да, они просто отсюда... Я тут тоже убежал. Так, погоди. Я теперь могу отсюда свистнуть капусту уже. А, нет, капусты нет. Я вообще теперь в огороде копаться не могу. Ну ладно, забираем тележку со всеми продуктами. Так. Вниз спускаемся. А, пойду Братенько позову. Все готово. Пойдемте. Выполняйте наш коварный план. она в носу ковыряется и это то зеркало пялиться на себя это охранник что ли пришел до пенриусу блин план пошел по одному месту на схватили все мы в тюрьме давай возьмем что лечение а мы связано по всей видимости на а как у меня это все быстро получилось я даже не понял как еще и курицу сюда притащили а мне курицу повесили на ногу да что ж мы в тюрьме ну я думаю что на этом стоит остановиться следующая серия будет о том как мы будем выбираться с этой тюрьмы и видимо спасать бежать в башню и спасать мою сеструку прям как в сказке слушай надеюсь здесь драконов не будет но если ты хочешь увидеть продолжение ты знаешь что нужно сделать поставить лайк под этим видео подписаться если ты еще не подписан и перейти по ссылочке в описании подписаться еще и на яндекс дзен но мы с тобой увидимся уже в следующем ролике так что до встречи